Ташкент любит молодежь. Под таким девизом в столице стартовал месяц молодежи, который охватит множество тематических фестивалей. Организаторы намерены выявить самых инициативных и талантливых юношей и девушек, чтобы помочь им реализовать свои способности, повысить интерес к науке, культуре, искусству, творчеству и спорту. Его в рамках проходят мероприятия по шести направлениям. В том числе порядка тысячи интеллектуалов сразятся в играх за Коват. За этот год немало было сделано для всесторонней поддержки подрастающего поколения, начиная с обеспечения занятости, поддержки бизнес-издей молодых людей, вовлечения их в наиболее востребованные профессии, до развития интеллектуальных возможностей юношей и девушек. И месяц молодежи – яркий пример продолжения выбранного курса. Для реализации интеллектуального потенциала и отбора лучших и самых талантливых молодых людей были проведены игры за Коват. В них участвовали 51 команда. Это студенты вузов столицы. В ходе месяца молодежи запланировано проведение различных мероприятий, проектов, акций и спортивных соревнований. Первая неделя будет насыщена интеллектуальными встречами. Мы проводим игры за Коват, а для русскоязычных наших молодых людей организуем игры «Что, где, когда». К тому же планируем проводить интеллектуальную игру «Куиз». Это все позволит развивать нестандартное мышление и укреплять познание молодых людей. Также для активных юношей и девушек организуем дебаты, где они могут дискуссировать на те или иные темы. К тому же планируем реализовать проекты по поддержке воспитанников домов Мехрабонлики. Игры проходили в три этапа, где участникам были представлены 12 вопросов. По окончанию всех встреч команды, заработавшие наибольшее количество очков, стали обладателями призовых мест. 20 ноября командам, вошедшим в тройку лучших, будут вручены ценные подарки. Напомним, интеллектуальные игры «Что, где, когда» стартуют завтра во всех школах и профессиональных учебных заведениях Ташкента.